Доброе утро, дорогие братья и сестры! Сегодняшний отрывок от Филиппийцам, 2 глава, с 1 по 4 стихи. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то допомните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь. Будьте единодушны и единомыслны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренному мудрию почитайте один другого в высшем себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Ну и дальше там продолжение про смирение, которое имел Иисус, когда приходил на землю, пришел на землю. В общем, сегодняшний пост, сегодняшнее видео о единстве, единомыслии. И, конечно же, как обычно, в этом вопросе тоже есть крайности, в которые люди норовят впадать. Вот, то есть, вот эта вот крайность, до которой люди себя иногда доводят, или в своих мыслях, или в стремлениях установить какой-то порядок в церкви. То есть, единомыслие, они видят как, чтобы все мыслили одинаково, все думали одинаково. Вот. Но, ну да, и все, в общем-то, имели одинаковые ответы на одни и те же вопросы и так далее. На самом деле, кажется, что, иногда кажется, что это так. То есть, например, например, когда задаешь вопрос в церкви, как нам, например, как нам угодить Богу? Ну, в принципе, есть стандартный набор вещей, которые, если ты выучишь, если ты скажешь, ты всегда попадешь в точку. Читайте Библию, молитесь. Вот. Ну и там прочее. Прославляйте Бога в песнях, там и не в песнях. Ну, вот, мол, и все, да. Как нам проходить испытания? Все-таки подумали, подумали, ну, надо читать Библию и молиться. Ну, да, точно. О, как верно сказал. Вот. Ну и так далее. То есть, и со временем у людей начинает создаваться впечатление, что, в общем-то, мы говорим об одном и том же. Что в Библии нет ничего нового. Ничего такого вот волнующего, чего, собственно, ищут другие люди. Кто-то может сказать, ну, типа, мы не эмоции ищем в Библии, да, мы ищем то, как жить. Ну, это правда. Вот. Но на самом деле Библия гораздо разнообразнее. И говоря об одном и том же, можно говорить это тысячами разных способов. То есть, да, нужно читать Библию и молиться. А как я читаю Библию и молюсь? Читаю ли я вообще Библию? Молюсь ли я Библию? Молюсь ли я? То есть, вот именно рассказать свой опыт, понимаете? Рассказать свой опыт общения с Богом. Рассказать то, как я понимаю, какие-то места Писания. И, к сожалению, тоже есть такая тенденция, что ли, устанавливать в церкви такой порядок, что есть мое мнение, ну, лидеры любят такую вещь иногда устраивать, иногда очень часто. Есть мое мнение и есть неправильное мнение. То есть, все, что я сказал априори правильное, все, что ты сказал, будет априори неправильно. И ты будешь молодец только тогда, когда будешь говорить так, как я считаю нужно. Вот. Это тоже неправильная позиция. Понятное дело, что в Библии не может быть тысячи толкований одного и того же стиха. Не может быть даже двадцать толкований одного и того же стиха. Но опыт, который мы имеем, применяя различные места Писания, духовный опыт наш, он вообще разнообразен. Он как, даже не как радуга, он как фонтан, как салют. Он, ну, как жизнь, да? То есть, не может быть одного и того же применения на один и тот же стих у разных людей. Ну, в смысле, не может быть, конечно, естественно. Но если человек честен, если он искренен, если он не боится высказываться, то, я думаю, можно услышать тут вообще очень большое разнообразие мнений. Вот. Итак, вот это вот единомыслие, это не означает, единомыслие, единство, это не означает, что мы говорим одни и те же слова, думаем одинаково. Вот. Да, важно иметь единство в понимании Писания, единство в понимании, особенно доктрин, то есть основных каких-то положений вероучения. Вот. Но, смотрите, во втором стихе Павел говорит, имейте одни мысли, имейте ту же любовь. Понимаете? То есть, например, люди согласились в том, чтобы, ну, например, сделать ужин, да, на каком-нибудь из собрания, а давайте сделаем у нас домашка с едой. Давайте. Ну, в смысле, не чаек там, печеньки, а прям конкретная еда, да? Вот. И в этом люди будут единомысленно и единодушны. Могут быть, вернее. А вот уже какая еда? Как приготовить? Кто приготовит? Кто заплатит? И так далее. В этом может быть разное мнение, куча разных мнений. И это нормально, совершенно нормально. Ну, вот. И, ну, вот я привожу пример того, что люди могут быть единомысленны, при этом имея разные мнения, совершенно разные мнения. Вот. Или там, например, благовестие, да? Давайте пойдем на благовестие. Все-таки, да, круто, это важно. Вот единомыслие. Вот. Но как благовествовать? Там, кто-то говорит, ну, вот мне проще говорить с бабушками. Вот. Они милые. Если уж и ругаются, то ругаются не страшно. А в основном даже и не ругаются, не пошлют, не обзовут там и так далее. Кто-то говорит, ой, я вообще горю там за молодежь, да? Я вот хочу подходить к молодым, прямо они и наше будущее. Там, вот. Важно человека наставить при самом начале пути. И, как говорится, кто осудит? Да? Один думает так, другой иначе. Кто-то говорит, я пойду к бомжам. Они вообще самые бедолажные, самые брошенные, самые там и так далее. Слава Богу, проповедуй бомжам. Вот. Кто-то говорит, да мне вообще все равно. Кто попадется, тому и буду говорить. Тоже подход. Вот. То есть, понимаете, вот, опять, ну, есть единомыслие в том, что нужно идти, нужно проповедовать, нужно достигать людей. Да? Да, и аминь. Это единство. Но оно может быть в разнообразии. И нельзя говорить, что один, тот, который проповедует бомжам, он менее прав, или менее уголен Богу, или менее правильные делает вещи, чем тот, кто проповедует студентам, например. Ну, и те, и другие люди, и те, и другие нуждаются. И тех, и других создал Бог. И Бог сказал, идите и научите все народы. Ну, это такие примеры. Они очевидные, они простые. Но именно на таких вот очевидных вещах, на простых, я думаю, можно видеть, можно понимать суть вопроса. Что мы можем быть едины в абсолютном разнообразии наших мнений, вот, и так далее. Мы можем быть едины, что нужно читать Библию. А как ее читать? Кто утром читает, кто вечером, кто по голове в день, кто по три головы в день, кто один стих мусолит целые там три дня, и ему нормально. Он о нем размышляет глубоко, пишет там, исследует, комментарии читает. Но важно быть едины в том, чтобы пребывать в Писании. Да и аминь. Конечно, есть более тонкие моменты, которые вызывают более разнообразные мнения. И часто, ну, вернее, не знаю, насколько часто, иногда эти мнения бывают уже на грани споров, на грани раздора. Такое бывает. То есть человек вроде как, ну, трудно провести вот эту вот грань между разным мнением и, как бы сказать, вернее, между тем, когда человек имеет мнение и когда он его уже начинает отстаивать, несмотря ни на что. То есть вот здесь вот уже мы касаемся таких вещей, которых быть не должно. Здесь написано, третий стих, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Вот здесь вот, конечно же, важно понимать границы вот этого разнообразия и сферу, ну, вернее, и наши отношения, мотив. То есть почему я хочу, чтобы было разнообразие? То есть, например, на ужин, на том же самое, как пример, да, кто-то говорит, а давайте, пусть у нас будет такая легкая диета, или это в конце концов, давайте просто арбуз съедим, да и все. Купим один арбуз, там что там, 200 рублей, 250 рублей, зато там 10 человек будет накормлено, и все будут довольно счастливы. Кто говорит, да нет, все, фигня, арбузом не наешься. Вот, давай колбасы купим. Те же самые 200 рублей, зато хоть мясо. А кто-то скажет, да какое там мясо? Ну и так далее, да, понимаете? То есть, начинается разногласие и вопрос, насколько люди будут отстаивать свое мнение, и почему они его будут отстаивать. То есть, я не буду вдаваться в детали, да, что там действительно важнее и лучше, то есть у каждого опять-таки свое мнение. Но здесь важно не переходить границы, как написано, ничего не делайте по любопрению. Любопрение – это любовь к состязаниям. Любит участвовать в прениях, любит прения. Любопрение. Прение – это дискуссии, споры. Вот. То есть, важно вот все-таки вот эту границу не переходить. Написано, что все-таки имейте ту же любовь. Имейте любовь, а не состязания. То есть, если человек хочет во что бы то ни стало победить всех, и, например, настоять на том, чтобы непременно был арбуз, вопрос – зачем? Если у него такое сильнейшее желание благословить всех арбузом, ну, не знаю, стоит ли это делать, если другой человек непременно хочет колбасы, и не будет он есть этот арбуз. Вот. Если так хочется арбуза, ну, пойди, купи себе сам и поешь, да? Ну, есть варианты. Есть варианты. Здесь главное не уходить вот в эту перепалку. Вот. Тщеславие, опять-таки, да? То есть, человек хочет насытиться вот этой славой. Хочет, там, не знаю, в центре внимания быть. Или хочет непременно рулить процессом, да? Непременно хочет, чтобы было так, как он скажет. Неважно, почему. Непременно хочет настоять на своем. Без всякой причины. Без всякой логичной причины. То есть, вопрос – зачем? Да? Что это такое? То есть, это забота о другом? Или это уже забота о себе? Здесь написано не о себе, только о каждой заботе, но о каждой и о других. То есть, если человек непременно настаивает на каком-то мнении своем, без причины всякой, ну, я так понимаю, что просто человек хочет, чтобы было так, как он хочет. То есть, вот это вот, ну, мелочное вот это отстаивание себя, да? Вот, чтобы только не… Вот только так, как я сказал. Вот такая власть. Ну, человек утверждает свою власть. Вот, я хочу так, чтобы было так, как я сказал. Вопрос – зачем, да? Вопрос – какой мотив? Что этим человеку искать? Это любовь он так проявляет? Это Христова любовь? Или это все-таки нет? Если нет, ну, так по чесноку, пускай человек сам ответит для себя, да? Если вы замечаете себя в этом, ну, ответьте сами для себя. Что это такое? Это любовь? Или это все-таки уже что-то другое? Поэтому, дорогие братья и сестры, все-таки мы верующие, и наше собрание не есть собрание для того, чтобы утверждать самих себя. Мы собираемся для того, чтобы прославлять Христа разными способами. В чтении, в молитве, непосредственно прославление устраивая, там, гитарки, песни и так далее. Но нужно не забывать, что наше общение – это тоже момент, в котором мы можем прославить Господа. В котором мы тоже можем явить Божью славу, Божье смирение, Божьи вот эти вот плоды, да, любовь, мир, доброе отношение к другому человеку. Или не явить. И тогда вопрос – зачем? Да, зачем мы здесь собраны? Вот. То есть утвердить своим личной хотелке. Наверное, мы тогда не попадаем в цель. Божьи, Отец наш Небесный, научи нас, пожалуйста, в нашем собрании, каждый в своем, стремиться вот к этому единству, Господь. Достигать этого единства. Хоронить это единство. Единство веры, единство любви, единство познания Тебя. И дай нам, Господь, не бояться высказывать разные мнения, но в то же время быть внимательным к тому, чтобы наше сердце не было, ну, не уклонялось вот в грех, в тщеславие, в желание настоять на своем, и так далее, и так далее. Сделай наши сердца чистыми и будь прославленным, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.